Все это похоже на пейзаж с динозавров. Должен пролететь динозавр. Такие деревья, что-то мне нацепать где-то самое. Думал, что такое. Пролететь. Вот это вообще... Вот, честно скажу, я не взял... Вот настолько люто, вообще прям... Нормальное все. Для нас нормально. Если хотите, он может и это. Давайте, давайте. Я еще не могу. Все говорят, что вот это немножко резко и странно. А мне очень нравится вот этот поворот ствола. И я бы его взял за основу. То есть я это использую. Да, опять. Мата, позу. Позу? Позу, пожалуйста. Позу он сделает. Ну, ну, ну. Мает туату здесь, нет? Мает туату. Мает туату, я траурею. Одну воду, я траурею. Одну воду, я траурею. Сенсей. Такого? Да. Скорость-то дикая вообще. Причем пиццетом. Он вообще паломный. А мы не успеем ловить. У тебя тоже на Китае? Такие ужасные. Да. Цвета. Да? Ну, вы такие. Ну, что, можешь нам начинать, да? Да. Начинаем. Кирилл, начинаем. Большой поворот. А если бы это ярче. Да, нет. Андрей, надо уже на следующий год дату потихонечку настрелить. Вот, смотри, он закончатую форму делает. Сразу макушку начали пробирать. Сразу макушку. Это макушку. Это макушку. Это макушку. Это макушку. Да. Он уже сказал, что так, как он очень быстро двигается. Он немножко волнуется, когда близко стоят, чтобы он не задел. Не волнуйтесь. Вы ему сказали, что нас, русских, не возьмешь там такими штучками? Да. Палочкой от сосны. Он не о вас волнуется в данном случае. О том, что он бежит, у него творческий момент. Кто-то на пути. Нет, это вас. На вот этот момент, да? То есть, кто-то помешает творчеству инфектора. Про пеньки спрашивали уже, нет? Нет, не спрашивали. Почему он оставляет? Потому что нас всех в вузах учат по науке. Пеньков быть не должно. Сейчас, просят. А, если мы можем поднимать, то, что вы можете купить пеньки? О, по-моему. Вы можете купить пеньки? Где у нас так нарезано высоко? Ну, вот таких. Нас учат, что таких пеньков в университетах делать нельзя. Такасу гиру. Вот что. Ну, а то, что сива бенкёшуру. Дайваку бенкёшуру. То. Матсакку. Кабу ванай. О, нет. А, да, да. Ну, это все. Правила просто сива. Ну, вот это мы стали пеньками. Матсакку. Печенька. Печеньки. Сива бенкёшуру. Угу, все это все. Ну, ну, давайте скажем так, что правила как правила вот такое. Вы учат правильно. Ну, так… Ну, так чтобы вы должны Кабу, если вы快ми. Ну, что тогда просто передачать? Ну, сейчас очень быстро. Можно ли, реально, ты вот такая. Я должен сразу оговориться, что на данный момент, если мы делаем настоящую обрезку, в общем-то, лучше бы, чтобы вы потом прошлись и зачистили эти пеньки. Но сейчас мне нужно было именно показать, как формируются ветки. Поэтому я делаю быстро, а когда быстро приходит... Видели, как я долго сейчас спиливал вот этот вот? То есть у нас сейчас... Я сделал выбор перед скоростью и показать, какие ветки отрезать, нежели за тем, что вот очень низко резать. Потому что это снижает очень скорость. Всё, вопрос снят, скажите, у нас претензий нет. Всё понятно. Всё понятно. Можно не уменьшить. Даже они молодые. Но сейчас вы... Слушай, да в Фейсбуке, если вы думаете, что там сразу нападётся Амурчина. Смотрите, вот она начинает сталкиваться с той веткой. Видно, да? Вот сразу эту убираем. Уже и так видно, что она сталкивается. То есть не в будущем, а сразу. Уже и так видно, что вот этот поворот, который очень важен нам. Ну, чтобы ещё лучше было видно, мы сейчас срежем. Вот, в общем-то, ему, конечно, хотелось бы срезать вот эту толстую ветку, которая над ней. Вот, потому что потом будут вот эти две, которые тонкие на нас смотрят, они будут формировать эту... Пускай делает как надо. Ну, так раз скину, то, может, что куда киритайна, а, киримасё. Ну, что-то... Ой, другое, парень, вот тайно. Жалко, что ты мог. Не, вот тайно, то и вонах. All inclusive. Хотел на вашу ответственность переложить. Правильно, правильно. Правильно, мы все за. Просто. После такого изгиба сразу... Слишком прямой. Невысило. Вертикально. Вертикально. Естественно. Сейчас он мне нравится выходить туда. Объехал. Ну, вот так вот. Вот, вот. Вот лучше всего, вот такой вот пойдёт. Это самый сильный слой. Спасибо, какой из них самый сильный слой. ярусла вот там вот из этих трех что там с ними будет мы смотрим на следующий год какая из них будет наиболее нам подходящей это следующего года решение вот какая-то из них будет сильнее они сейчас очень похожи по размеру поэтому посмотрим что выберет само дерево в следующем году удалить 2 из них вайны на них он макеримас я киро и отнесли пока оставляет И вот эти остаются, а вот какой из них даст прирост, вот один только прирост оставят, делая дальше. А эти ярусом. Вот здесь мы предполагаем, что будет у нас опять вот эта вот горизонтальная плоскость, то есть та самая сара, которую вы уже знаете, тарелку. Вот мы, наверное, скорее всего, та будет, которая даст вот этот прирост, и мы ее будем оставлять основным стволом. И вот если тогда, если пошел тот ствол, то те ветки не отрезаются, то есть они будут этим ярусом. Вот вопрос у меня такой, что их осталось четное количество, а Япония нечетное количество любит, да? То есть останется две в ярусе. То есть это будет лидером? Да. Что такое благословение? Так что вот на нейпон, если заяцарра не нару, то в ней мы здесь нет нижнего места. Здесь совсем не живет нижнего места. Да. Ну, вот здесь еще не живет нижнего места. Но предполагаем, что дальше пойдут, пойдут, пойдут вот эти ростки, они будут снижать, делать вот эту вот нашу сара, да, тарелку. Так они хонды, му, камай ма сэн? Камай ма сэн. Нет, не волнуется, что две. Если одна, то уже странно. Умм, да, так. Так что, все равно, чтобы не было красиво, не было бы, чтобы не было бы, чтобы не было бы, чтобы не было бы. Мы все время держим в голове, что там у нас должно получиться, даже когда этого нет. Вот, и нам нужна очень красивая форма, вот эти две дадут эту форму. Так что, в любом случае, когда мы делаем этот момент, когда мы делаем эту форму, как мы делаем эту форму, как мы делаем, как мы делаем эту форму. Значит, вот мастер должен всегда думать, что же будет в будущем. То есть, у него все время в голове есть воображаемая картинка, и он под эту картинку все время работает. То есть, то, что мы даже сейчас не можем увидеть, он уже видит, значит, через сколько-то лет, что там, где, в каком ярусе будет. Ну, как мы делаем это, это не было бы, чтобы сделать это. Вот еще раз о том, как мы работаем, мы учимся у природы. То есть все время учимся, учимся. И вот сколько мы там не смотрели видео, нисколько бы мы не читали каких-то знаний, откуда-то их познавали, сидели бы за столом, это все записывали. Но самое главное поехать, войти в горы, соприкоснуться с природой, потренироваться на этой природе, с которой соприкоснулись, пытаться делать, делать, делать и все время пытаться создать то, что ты хочешь. То есть вот представил, попробовал создать. Не получилось, признал, что не получилось. Но это попытка даже в плюс. Сэнсэй ва, я рекомендую, это токи не ва, сипа истокотому ари мастер. Все время ошибался. Одни ошибки были в начале. Так что, как они называют, мастер, под руководством которого он работал, только и делал, что ругался на него. Как закончат работу, сижу в уголочке, стыдно. У нас считается, что вот такие ошибки, они не являются чем-то плохим. У них вот это вот немножко другая эстетика. Это всегда для человека. Поэтому они любят рассказывать о своих ошибках. То есть это вот показывает то, что у него появился опыт. То есть поэтому вот садятся иногда и рассказывают, как они там все ошиблись. То есть если ты не ошибаешься, у тебя не может быть роста. То есть вот в ошибках виден рост человека. Вот так. Продолжаем. Так как там есть много веток, то вот эта ветка не нужна. Видно, да, их там слишком много. Вот она нам не нужна. Вот здесь уже они видны, достаточно четко становятся ярусы. Вот здесь мы уже срезаем. Тоша, так же работаем. Тоша, так же работаем. Тоша, так же работаем. Тоша, так же работаем. Это что другая эстетика? Нет, по другому. Какой эстетика я работал? Мне 18 лет. 18 лет. Татары на связь 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 Что о моем брате? В смысле, что он здесь! В смысле? В смысле? В смысле? В смысле, что это место? В смысле, что аж мы говорим? Ну, допустим, это место такое, что по Ourself стоит видеть на небо, потому что, может быть, что курица за вот так. Поэтому, в смысле, это место. Ну, мы можем, что. В смысле его все реагируем. Да, у нас тут что, где лицо, здесь? Да, да. А, так, где он, где он древесит. Я не знаю, что ты не знаешь, что это на солнце. То есть она растет в определенном направлении. Я от сюда начинала смотреть. Поэтому я себе вот с этой стороны воображала это дерево. Вот поэтому вот лицевую сторону вы видели, откуда я начала смотреть? Вот здесь и есть лицевая сторона. То есть мы смотрим сейчас вот отсюда. И обратите внимание, всегда на лицевую сторону больше ветвей выбирается. А в принципе, когда вот первый раз выбирать, то легче всего смотреть по естественным деревьям. У них больше будет ветвей и они будут более пышные со стороны солнечной. То есть вот всегда дерево само выбирает, где меньше ветвей, где больше. То есть какое бы вы дерево не посмотрели, вы увидите, где больше ветвей. В общем-то, где больше ветвей, там и есть лицо. В общем, с той стороны было у этого дерева меньше ветвей. Плюс еще отсюда красивее смотрелось. В общем, мы отсюда посмотрели и отсюда сделали. Вот сейчас обрезка шла именно под это лицо. В общем, мы вот так решаем. То есть мы решаем именно по количеству ветвей, в какую сторону их было больше. И мы считаем, что в эту сторону, то есть это может быть, конечно, какие-то исключения, но вообще само дерево формирует большее количество ветвей и они более пышные в сторону вот солнца. То есть вот вы приглядитесь на естественные деревья, вы обязательно это увидите. То есть это вот природа и так задумана. То есть вот она тянется, тянется, наращивает себе этих ветвей. Ну вот мы будем это всегда определять как лицевое. Вот пока так. Можно фотографировать.